На этом штативе установлен большой шприц, который уже частично наполнен водой при комнатной температуре. Воздуха внутри шприца нет. Перекроем резиновую трубку, чтобы он не мог туда зайти. А теперь с усилием потянем за поршень, и внутри шприца образуется незаполненное водой пространство. Конечно, можно подумать, что туда просочился воздух. Но отпустим поршень, и вода снова заняла все пространство внутри шприца. Значит, воздуха там не было. В действительности пространство над поршнем заполняется насыщенным водяным паром, который выделяется из воды при понижении давления и вновь поглощается водой, когда ее давление повышается и опять становится равным атмосферному. Если потянуть за поршень достаточно резко, водяной пар выделяется не только с поверхности, но и в толще воды. Вода закипает при комнатной температуре. Давление водяных паров внутри шприца мы можем померить, присоединив к нему датчик абсолютного давления. Сейчас это давление равно одной атмосфере. Потянем за поршень, и давление насыщенного пара внутри шприца падает до одной десятой атмосферы. Отпустим поршень, и давление возвращается к атмосферному. Теперь повторим этот же опыт, заполнив поршень горячей водой. В этот раз давление падает до пяти десятых атмосферы. Это означает, что давление насыщенного водяного пара зависит от его температуры. Добавим в нашу установку датчик температуры, касающийся стенок шприца и закрытый снаружи теплоизоляционным кожухом. Заполним шприц горячей водой, растянем его, зафиксируем и дадим воде медленно остывать. Через пару часов эксперимента мы получили вот такой график зависимости давления насыщенного водяного пара от температуры в интервале между 30 и 70 градусами. А вот такой же график взятый из справочника и полученный в результате более точных измерений на более серьезной установке. Видно, что общую тенденцию наш эксперимент передал верно, но давление оказалось завышенным, а может быть температура заниженной. С этим надо разбираться. А теперь посмотрим на самое главное. При температуре в 100 градусов Цельсия давление насыщенных водяных паров в точности равно одной атмосфере. И это не случайно. В самом деле, чтобы вода закипела, надо, чтобы давление паров внутри образующихся пузырьков было чуть выше внешнего давления. Тогда пузырьки будут расти, а не схлопываться. В бытовых условиях мы кипятим воду при внешнем атмосферном давлении, и поэтому она закипает при такой температуре, когда давление насыщенных паров равно одной атмосфере, то есть при 100 градусах Цельсия. Как кипит холодная вода при давлении меньшем атмосферного, мы с вами уже видели. Давайте посмотрим на это еще раз. Этот же эффект известен альпинистам. На высоте 4 километров над уровнем моря давление воздуха составляет 0,6 от нормального атмосферного давления. А потому вода в открытом котелке здесь закипает при 84 градусах Цельсия, и в такой воде продукты варятся гораздо дольше. Чтобы варка шла быстрее, надо поместить воду в замкнутый сосуд. Именно так устроена скороварка, давление внутри которой составляет полторы атмосферы, так что вода кипит там при 115 градусах Цельсия. А теперь сделаем еще один опыт. Опять наберем внутрь шприца горячую воду, вытянем поршень и закрепим его в этом положении. Вода внутри шприца продолжает потихоньку кипеть, но это кипение незначительно, ведь водяной пар над ее поверхностью уже является насыщенным, так что между жидкой и газообразной фазами установилось равновесие. Но приложим к верхней части поршня кусок льда, и кипение воды пошло заметно быстрее. Разве это не странно? Мы охлаждаем систему, а кипение не прекращается, но наоборот усиливается. Ваше объяснение этого явления пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.